Сегодня гостем нашей студии является Михаил Васильевич Лупашко, наш очень хороший товарищ, друг нашей программы, уникально высокообразованный человек. К сожалению, сегодня отсутствует мой соведущий Павел Гаврилов, и поэтому программу сегодняшнюю в новом году, в 2014 году, мы будем вести вместе с Михаилом Лупашко. У нас сегодня на столе два режущих и совсем не колющих инструмента, очень похожих друг на друга, да, в общем-то, примерно так. Народ понял, что настоящие. Михаил, расскажи нам, пожалуйста, что в новом году делают вот такие вот недоброжелательные инструменты у нас в студии? Ну, на самом деле, это древнее оружие ближнего боя, которое характерно для Юго-Восточной Европы и для, скажем так, территорий, входивших когда-то в Атаманскую империю. То есть это такой, скажем так, один из образцов Ятагана, вот, то есть оружие ближнего боя, которое создано таким образом, чтобы за счет тяжести клинка, удобства рукояти... Да, вот, оно вот так вот балансировано. Небольшими усилиями плеча, кисти и, так сказать, общей подготовки физической войны наносить как можно больше ущерб, как можно большему количеству неприятеля. И понимая, что 2014 год будет для нашей страны, а может даже и для человечества в целом, годом судьбоносным, когда силы зла и силы добра сойдутся, так сказать, в самом ближнем бою с тем, чтобы, конечно, силы добра победили, то, естественно, какие-то, как говорили раньше, негативные явления, тормозящие поступательный ход истории силы были напрочь отсечены. Вот для этого мы и принесли в студию эти... Михаил, а если их отшлифовать хорошо, то можно пускать солнечные зайчики в глаза неприятелю и ослеплять его? Можно, можно, так оно и делается обычно, но это на ранних стадиях схватки, вот. Когда вы находитесь еще далеко, вы находитесь в контр-журе от неприятеля. Да, для того, чтобы на приятель, который, так сказать, еще не вышел из бодуна, он, так сказать, был ослеплен, ну, а дальше уже, так сказать, обнаружил свою голову возле своих ботинок, потому что... Какое отношение это имеет к нам, к нашей молдавской культуре? К нашей молдавской культуре это имеет непосредственное отношение, поскольку более 300 лет взаимодействия с Атаманской империей и нахождение непосредственно на территории молдавского княжества больших турецких гарнизонов, конечно, повлияло на то, что многие народные мстители, гайдуки, не имея возможности обзаводиться традиционным, скажем так, оружием восточноевропейских стран, просто-напросто нападали на турок, забирали у них эти ятаганы, а потом приходили в гости к местным боярам и говорили «Бунасяра». Ну и все, а дальше уже, так сказать, можно прочитать вот такую книжку, я ее, кстати, захватил с собой. Соль и сабля. Нет, не соль и соль, соль и сабля это другое. Вот, это называется «Молдовый эпоко феодализму документы славы Молдовине». То есть здесь документы молдавского княжества, начиная с 1400 какого-то года, вот, в которых, вот, допустим, жалованная грамота господаря Александра, слуге своему боярину и так далее, и так далее. Вот, факт в том, что, в принципе, мы обладаем достаточно богатой историей, в которой было много героического, в котором люди не шли покорно, как овцы на заклание перед гнетущими их силами и унижающими их достоинства всякими представителями местной аристократии, или, как сейчас говорят, элиты, а брали в руки вот такие вот предметы и оставляли представителей этой элиты без… Рук. Ну, без разных. Без ног. Без разных частей тела. Самое простое, что они делали, это они лишали их возможности размножаться. Жестоко. Жестоко, но актуально.